Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 23 сентября, Православная Церковь совершает память апостолов от 70 Аполлоса, Апелия, Лукия, Луки и Климента. Святые апостолы от 70 Аполлос, Луки и Климент были избраны и посланы самим Господом Иисусом Христом для благовестия через некоторое время после избрания 12 апостолов. Апостол Аполлос – краткая форма от Аполлониуса или Аполлонидоса, образованный иудей из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Ветхозаветном Писании. Он был знаком с христианской благой вестью, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. В Эфесе Аполлос получил более точное наставление об Иисусе и его учении от Акилы и Прескилы, слышавших его проповедь в синагоге. Из Эфеса с рекомендательным письмом общины он направился в Ахаю в Греции и в Каринфе успешно продолжил дело, начатое Павлом. Там он долго подвязался и многих обратил к вере Христовой. Однако во время его служения в общине возникли осложнения. Одна из групп признавала только авторитет Аполлоса и стала называть себя его именем. Когда Павел, будучи в Эфесе, высказывал свое мнение по этому поводу, Аполлос находился вместе с ним. По-видимому, Каринфяне просили о его возвращении, и Павел поддержал их. Спустя годы Павел вновь упомянул Аполлоса и поручил Титу позаботиться о нем и его товарища по миссионерскому путешествию Зине. В конце жизни проповедовал на Крите и был епископом Кесарии. О святом апостоле Аполлосе в деяниях святых апостолов сообщается следующее. Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в писаниях, пришел в Эфес. Он был наставлен в начатках пути Господня и, говоря духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только о крещении Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акила и Прискила приняли его и, точнее, объяснили ему путь Господень. А когда он вознамерился идти в Ахаю, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его. И он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью, ибо он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос. Святой Аполлос много помогал апостолу Павлу. Апостол Павел так говорит о распространении христианства у Коринфян. «Я насадил, Аполлос поливал, но взрастил Бог». Позже святой Аполлос был епископом в Смирне в Малой Азии. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых. Мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры, преподобного Павла Послушливого Печерского в Дальних пещерах, преподобного князя Андрея в Иночестве Иосафа Спаса Кубинского, мученика Варипсава, благоверной царицы греческой Пульхерии, святителей Петра и Павла, епископов Никейских, празднуется Собор Липецких святых, священномученика Исмаила Кудрявцева, Евгения Попова, Иоанна Попова, Константина Колпицкого, Петра Григорьева, Василия Максимова, Глеба Апухтина, Василия Малинина, Иоанна Сафронова, Петра Юркова, Николая Павлинова, Палладия Попова, Пресвитеров, преподобномучеников Милетия Федюнёва и Ромонаха и Гавриила Яцека, архимандрита, мученика Симеона Туркина, мученицы Татьяны Гремблит, священномученика Уара Шмарина, епископа Липецкого. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днём тезаимеництва. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова